друзья товарищи меня зовут руслан сегодня вы на канале китаец отличился и у нас очередной разбор сегодня это будет маленько необычный разбор у нас есть вот такая вот это у нас те кто не знает приставочка игровая портативная от нинтендо геймбой это довольно старая версия она у нас 1900 видно будет 89 года и не знаю как-то меня она обошла мимо вообще вся линейка геймбоев это судя по всему наверное первый экземпляр хотя я 95 года уже 25 год мне и вся линейка геймбоев прошла мимо то есть у меня не было ни одного но у меня уже концу 90-х было sega это у нас фами клоны всеми известные и вот такая вот у меня есть приблуды это у нас тоже нинтендо dslite мне дали на проверку и починку в таком состоянии видите все вышку вас отклеивается и она у нас не стартует с аккумуляторов а так как эта приставка портативная обязательно должна стартовать с аккумуляторов но эти продемонстрирую есть у меня четыре алкалиновые матерейки я их устанавливаю и ничего не происходит приставка у человека валялась он не знал что это такое что с ним делать и поэтому у нас вот в таком состоянии контактная группа под аккумуляторы по батарейке кому как удобно давайте начнем с внешнего вида у нас сверху переключатель вкл-выкл с защитой от дурака чтобы картридж не высунулся во время работы здесь у нас регулировка контрастности экрана разъем питания от блока питания видим маркировку 6 вольт поближе поднесу 6 вольт видим здесь у нас регулировка громкости и есть у нас еще здесь один разъем это какой-то экст коннектор я так понимаю это выход на телевизор скорее всего но могу ошибаться не знаю как и сказал приставка обожла меня мимо внизу у нас вход под наушники 3.5 джек и верхней частью у нас находится разъем под картридж картридж у нас геймбоевский и естественно сделан он в японии это оригинальный картридж от геймбоя не знаю по оригинальным привязкам скорее всего их тут нету еще и приставка сама тоже сделано с японии давайте начнем разбирать хочу разобрать почистить пропаять и в принципе включить она включается можем ее запустить но с дот питания внешнего то есть уже приставка это не портативная будет она будет постоянно проводить и давайте включим вот так она включается видим изображение вот так вот видим на и не будем долго застреливания потому что нинтендо любит блокировать весь этот контент со своими приставками начнем разбирать убираем защиту в ручках вытаскиваем картридж также у нинтендо свои отвертки это у нас вот такая вот секундочку вроде бы крестовая но тут у нас три они четыре конца и у нас тут такие болты также у нас свои болты на картриджи на картриджи все наверно знают и приступим болты с корпуса у нас выключены их у нас шесть штук убираем их в сторону чтобы потом не перепутать открываем приставку у нас здесь шлейф секундочку у нас здесь шлейф телефон рядом отстегиваем его этого шлейф идет на лицевую панель сейчас пока включу паяльник чтобы он прогревался далее у нас болты здесь идут простые крестовые я возьму простую минусовую отвертку выключу эти болты крестовые она у меня специально заточена чтобы крутить вот такие болты для удобства все эти болты у нас выкручены теперь мы можем а тут и поднять вот так и в принципе изъять ее из корпуса здесь это контакты батареи эко вмешаются все здесь больше ничего нету кроме упавшей кнопки включения толкателя и контактов под батарейки здесь у нас вся электроника находится все разъемы все органы управления кроме кнопок здесь у нас кнопки вот такой желтый кран сейчас выкручиваем вот эти болты достаем вот эту плату позади эти болты у нас такие же как и на задней стороне то есть крестовые поэтому их можно ложить в одну кучу здесь их довольно много я бы сказал даже слишком много но что есть то есть хочется конечно поиграть на батарейках чтобы не подключать к лабораторному блок питанию так как провод у меня короткий и маленько неудобно тем более приставка форта тип на еще раз повторяюсь смотрим если я не ошибаюсь все болты и от них все вот еще один теперь наверное все болты я выкрутил и плата у нас в принципе свободно должна подняться плата у нас поднялась здесь у нас дисплей остались только кнопки кнопки я пока трогать не буду я его положу эту часть корпуса вот этой и потом я их буду чистить хочу пропаять вот эти контакты под картридж здесь я паять ничего не буду тут все это хорошо не хочу попробовать попробовать пропаять контакты под батарейку а там внизу потому что тут судя по всему контакт довольно таки плохой также надо будет зачистить вот эту всю коррозию и вообще плату почистить желательно из-за пропанала приступим к этой стороне все маленько поближе сделаем и для начала плюс нанесем немножко флюса возьмем припой механик легкоплавки маленько пропаяем так контакты под картридж я все пропаял посмотрел на спайки спаяк у нас нету все хорошо здесь у нас поэтому чем мы не будем просто грязно и пропаяем мы так аккумулятором так как он уже у нас отвалился и что а и а и а и и Продолжение следует... Продолжение следует... Плюс у нас без смывания, но все равно помыть бы не мешало. Здесь у нас неполярные конденсаторы, можно позагибать. Ничего страшного не будет. И вот этот контакт плюсовой надо оттереть. Вот коррозия. Очень сильная коррозия на нем. Спирт пока уберем. У меня есть вот такой напильник. Вот этот пятачок, который соприкасается с батарейкой, я зачистил. Все, с этой стороны мы, наверное, закончим. Сейчас пока все лишнее в сторону уберем. Теперь эту сторону. Здесь у нас... Я хочу пропаять вот эти контакты. Там под экраном еще должны быть контакты. И почистить вот эти все контакты. Я хочу пластиком. Думаю, это будет лишним. Сейчас мы поднимем отсюда дисплей. Вот так. И у нас вот тут еще контакты внутри. Сейчас я выдавлю плюс. Хватит. И пропаяем. Теперь вот эту сторону. Все. Все. Я пропаял. Сейчас. Очищу. Здесь остатки плюсы. Извиняюсь за паузу. Чистим от всего всю грязь. И берем ластик. И очищаем контакты. Вот эти контакты ластиком очищаем. Так же берем начало. Натираем. На сухо. И вот эти тоже можно маленько потереть пластиком. Хуже от этого им точно не станет. Так. Ну что. С технической частью я закончил. Теперь надо нам сделать так, чтобы вставка работала от батареек. Сменяюсь. И проблемы у нас, я думаю, вот в этих вот перемычках, которые у нас окислились. И надо как-то их достать оттуда. Здесь у нас они зажаты вот так. И здесь тоже самое. Сейчас я их отогну. Все. Теперь можем эти перемычки сюда извлечь. Мы их потом не перепутаем, так как у нас промаркирована на корпусе батарейка. Как она должна стоять. Пружинный контакт это минус. Плоский это плюс. Все. Они все у нас одинаковые. Идем. Ну, запропадал. И начинаем их очищать. Полностью чистить, конечно, что не получится. Но. Большую часть коррозии не смею. Музыка. также от воздействия изопропанола наша коррозия перестанет продолжаться второй стране у нас то же самое пахнет уксусом лучше уже не будет теперь я думаю надо или даже не надо посмотрю да нет наверное не буду хотел пропаять еще такие места но я думаю не стоит к пропаивать принципе там контакт должен быть нормально сейчас возьмем мультиметр и прозвоним просто чтобы не быть голословными ставим мультиметр режим прозвонки и название но здесь контакт плохой вот это вот желательно пропаять вот эту тоже мультиметр еще барахлит по ходу дела здесь тоже плохой контакт вот сюда не доходит поэтому вот это пропаяем эту пропаяем для комплектности тоже пропаяем сейчас так припой у нас флюса содержащий поэтому отдельно флюсить мы наверно не будем так один есть вот так получается так что вот так вот вот так вот вот так вот Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Теперь... Сейчас я их широкану еще напильником... И повторная прозвонка... Все три работают... Корпус оставлять в таком виде тоже нельзя... Поэтому мы его швыркаем... Маленько... Продолжение следует... Итак... Корпус я помыл... Вот так он выглядит... Конечно же всю грязь... За 30 лет вымыть не удалось... Но тем не менее... Теперь он хотя бы... Более менее чистый... Начнем... Обратную сборку... Начнем со стекла... Которое у нас... От старости уже отклеилось... Просто клею нас высох... Возьмем наш клей... Е8000... Который мы приклеиваем дисплей... К рамке... Тэкскрины... К корпусу... Ну короче... Много... Целевой клей... Возьмем... Ну... Так... Не сильно обильно... Но и не сильно... Мало... Мы... Его... Нанесем... На него мы приклеим... Стеклышко... Стеклышко я... Протер... Мытие его не стало... Она в принципе чистая... И... Возвращаем его... На свое законное место... Прекрасно оно туда... Встало... Вот так это выглядит... Маленькое... У нас тут выдавило клей... Но мы потом его уберем... И потом высохнуть... Теперь... Собираем... Обратно кнопки... Крестовину... Обязательно... Резинка от крестовины... И... Вот эти кнопки управления... Все... Установили... Теперь... Установим... Вот эти вот контакты... Не путаем... Пружинные контакты... Это у нас минус... Плоские... Это у нас плюс... И... Устанавливаем... Мы их... Вот это у нас... А... Да... Забыл... Вот эти вот... Надо... Разжать... Чтобы они внутри опять сцепились... До щелчка... И третья... Теперь возьмем... Мы... Главную плату... Которая у нас уже пропаяна... Помыта... Сейчас еще раз ее смотрим... Чтобы... Никаких спайек не было... Плюсовой контакт мы... Зачистили... Теперь мы берем... Вспоминаем... Как она стояла для начала... Постояла она... Вот таким вот образом... Не забываем кнопку... Не кнопку... Отолкатель... Извиняюсь... Конденсатор... Поправляем... Мешается... И... Поправляем... Минусовой... Вот этот контакт... Который нам тоже... В принципе тут... Мешается... Рискочил... Отолкатель... Все... Отолкатель... Стал на место... Вот эту плату... Мы... Упаковываем... Вот сюда... Вот эту плату... Устанавливаем... Вот сюда... Это у нас... Разъем... Под... 3.5... Джек... Под... Наушники... Крестовыми... Полтами... Прикручиваем... Ее... На... Своё... Законное... Место... И... Также... Прикручиваем... Вот... Эту... Плату... Внизу... У нас тут... Два... Корпуса... Все... Эта часть корпуса... У нас готова... Кнопка... Включения... Выключения... У нас тут... Теперь... Собираем... Вот эту... Часть... Перед сборкой... Стол я маленько очистил... Чтобы нам ничего не мешало... Берем... Подготавливаем... Все... Что... Нужно... Не забываем... Два... Вильта... Которые... Выкрутили... С этой... Части... Дисплея... Вернуть... На место... Возвращаем... Дисплей... Обратно... Зачелкиваем... И... Я футболкой... Белой... Не жалея... Футболки... Белой... Протираю... Исплей... Устанавливаем... Все... Это... На место... Корпус... Теперь... Вкручиваем... Обратно... Вот эти... Очень много... Болтов... Компания... Вкручиваем... Все... Болты... У нас... Установлены... Вот тут... Видим... Отверстие... Нарисовано... Что... Болт... Не вкручивать... Это отверстие... У нас... под этим отверстием находится сам дисплей не знаю зачем оно сделано но оно присутствует проверяем клавиатура которая функционирует нажимается реагирует это мы терем поток как ли высохнет теперь стыкуют две половины теперь уже надеюсь действительно квартативная киста подсоединяем шлейф есть шлейф у нас подсоединен и специальной отверткой я вкручу два болта винта чтоб просто она не разбиралась для теста и проверю как она будет себя вести два винта я установил теперь берем наши заведомо рабочие батарейки и устанавливаем их батареечный все батарейки установил берем картридж так момент истины картридж стоит батарейки стоят и пробуем да что то есть что то есть сейчас подкрутим контраст контраст и здорово картинка сейчас я выкручу свет ну картинка так сказать не актив не знаю почему но полосит тем не менее получилось приставка теперь у нас у вас теперь портативная переносная и карманная на этом я думаю ремонт можно окончить естественно сейчас закручу обратно винты и соберу ее наверное выставлю на продажу вам спасибо за присмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал в описании там ссылки если хотите приобрести можете смотреться я вам ее продам также могу вам продать свою nintendo ds lite она мне в принципе ни к чему спасибо за просмотр до новых встреч пока пока